Добрый вечер! Я подпитываюсь общением с людьми, от них я заряжаюсь в любом случае положительной энергией. Глава региона Константин Сумар провел прием граждан по личным вопросам и встретился с трудовым коллективом Жабенковской центральной районной больницы. Гармонизация, законодательство, триады экономических партнеров. Участники Еврозес рассмотрели основные аспекты формирования единой конкурентной политики в рамках ЕЭП. Вдохновить и научить. Как стать настоящим знатоком своего дела и наставником по жизни. Талантливому учителю математики областного лицея имени Петра Машерова Виталию Карамзину, 60. Азбука для молодых художников. В Брестской школе изобразительных искусств открылась персональная выставка выпускницы учебного заведения Алины Вяль. Обо всех этих событиях мы расскажем вам прямо сейчас. И начнем, на наш взгляд, с очень важной темы, которая затронет всех нас и каждого в отдельности. Интересы людей, создание им достойных условий для жизни, работы и отдыха – это основополагающие задачи государственной политики Республики Беларусь. Обращение граждан по личным вопросам особенно важно, поскольку побеспокоить власть заставляют человека проблемы, с которыми им самим не справиться. Как показывает пример открытой работы вертикали с гражданами, личные встречи главы региона Константина Суммера дают положительный результат для обеих сторон. Губернатор узнает о проблемах людей и реагирует на возникающие вопросы, а жители имеют возможность получить ответы максимально оперативно. В минувший четверг руководитель области в рамках «Единых дней» информирования провел прием граждан по личным вопросам в городе Жабенко. Также состоялась встреча с трудовым коллективом Центральной районной больницы. Лариса Осмолович продолжит тему. Не сомненен тот факт, что личные встречи с главой региона решают для многих обратившихся существующие проблемы максимально быстро. На приемы записываются заранее, люди, конечно же, волнуются в состоянии максимальной готовности руководителей районов и ответственные чиновники. В городе Жабенко все записавшиеся на прием Константину Суммеру, а это 21 человек, были выслушаны и получили довольно конкретные разъяснения по ряду проблемных вопросов. Еще одна ремарка. 11 человек из вышеназванной цифры выступали в роли группы поддержки. Итак, 6 личных вопросов и 4 коллективных. Начнем с обращений коллективных. Провести газ в деревню Саки, оккультурить участки автомобильной дороги в Багнах и в СПК Вознесенске. Все обращения довольно-таки важны для сельчан, но одномоментно сделать это в данное время просто невозможно. Не та экономическая ситуация в стране и в частности в области. Так по-простому и открыто объяснял глава региона. Несомненно, ситуация поменяется и вопросы решаться будут, но не сейчас и не сегодня. Следует и поработать лучше, быть и бережливее, и экономнее. Но и газ проведут, и дорогу в Вознесенском сделают в самое ближайшее время, но при одном условии. Вот если вы на 7 тысяч на будущий год выйдете, с учетом того роста, то там будет дорога и там будет асфальт. То есть и газ. На 14-й год? Да. И 40% разъявлено, а 50%. Потому что я смотрю, все специалисты пришли. Но это у специалистов. Я же вижу, мы встречались там мельком. 50 сенчинок зерна. Будет дорога, будет газ, а также надо на что-то заработать. Вот вы нагружаете сами себя, мы возьмем да выполним эту просьбу. Но печально отмечать и тот факт, что у большинства обратившихся присутствовало в речах два слова. Надо и обязаны. Обязаны отремонтировать дома или предоставить жилье, которое хочется, а не то, которое предлагают. Засфальтировать дорогу, потому что пыльно. Нарушить законодательство, потому что некогда не подумав. Дом свой сами снесли, отказавшись от него. А потом сами начали строить, потому что так захотелось. Вникнуть, понять, помочь. Таковы просьбы и даже требования. Как это сделать и кто потом будет за это отвечать, на этот вопрос ответа обратившиеся не ищут. Половина граждан, которые проходят на приемы, они только, видите, одно «дай». И не другое, не хотят понимать о том, что по закону это не положено. Или по-другому, если сказать «да», и он не заслужил это. Или есть какие-то передразы с соседями, обязательно надо власть, чтобы между ними что-то делило. Квадратную сходку земли, и то надо делить. В конце концов, надо понять одно, что есть закон, и надо закона придерживаться всем. Но когда человек прошел все инстанции, в том числе и судебные, и в суде сказали, что ты, Иванович Петров, не прав, но он все равно идет на прием и говорит, что вот я-то хочу, чтобы так было. Вот это нельзя допускать. Но все-таки для каждого человека находились те слова, которые объясняли и урегулировали возможные проблемные моменты. Сообща с руководителями, находились в пути решения, если не сиюминутно, то через некоторое время вопрос может быть улажен. Кто-то соглашался, некоторые уходили недовольными. До логотерпения у главы региона можно по-доброму позавидовать. После приема, окончания приема, потом к новому приему, начинаешь набираться по-другому, второе дыхание. И самое главное другое, понимаешь, но это люди. И как бы там, например, тебе было не очень-то удобно слушать некоторые предложения или просьбы, которые граничатся где-то не с тем, что надо, исходя из этой обстановки. Но это человек, поэтому с ним надо нормально, корректно вести разговор, слушать его, прислушиваться. По крайней мере, я стараюсь разъяснить, почему можно, почему нельзя. И таким образом мы расходимся, будем говорить так, по-хорошему. Но, по крайней мере, ни одного человека, который приходил ко мне на прием, да и к другим руководителям, с той проблемой, которую надо было решать, не входили они без приема, чтобы она была не решена или через какое-то время она не решалась. Это я могу ответственно сегодня заявить. Но на этом рабочая поездка председателя области полкома Константина Сумара в город Жабенко не закончилась. Следующий пункт следования – центральная районная больница. Реконструированная, а правильнее сказать, заново возродившаяся, она привлекает взгляд уже с улицы. Впрочем, таков весь город чистый, ухоженный, яркий, даже в ненастную погоду. В рамках государственной программы модернизации учреждений здравоохранения в Жабенковской больнице практически завершен ремонт. Проведены ремонты большинства отделений. Остаются еще для время, естественно, конец этого года и 2014 год. Это ремонт второй половины детского отделения, хирургического отделения, ремонт кровли, стационара, ну и другие работы. Но это порядка 10-15% от той работы, которая уже проведена. И эта задача, судя и по сегодняшней встрече, и по заверениям местной власти, будет решена. Приобретен два года назад прекрасный УЗИ-аппарат, хорошего класса точности. Готовится третий специалист, чтобы было загружено достаточно его. Также по централизованным поставкам поставлены за счет Министерства здравоохранения рентгенаппарат. Там проведена модернизация кабинета, порядка 2 миллиардов составила вся стоимость. Закуплено довольно новое современное эндоскопическое оборудование. Экскурсия по обновленным корпусам больницы показала и убедила. Все сделано достаточно основательно. Сегодня жабенковские жители могут получить прекрасное лечение, не отправляясь в областной центр. Уютные и просторные палаты, хирургические кабинеты и кабинеты для узких специалистов, лаборатория и самое современное оборудование. Все это уже есть. Еще немного усилий и ремонт всей больницы будет завершен. Задача исполнительной власти к 2015 году сделать все объекты здравоохранения таковыми. На 85% это уже решено. Мы сейчас находимся на той стадии, которая называется стадия завершения. Это как раз нам надо очень серьезно поработать, чтобы в будущем году закончить областную больницу. Мы начали работать серьезно по здравоохранению в самих Барановичах. Строим родильное отделение большое, потому что там проблема номер один именно родильное отделение. Мы начнем там и сделаем все возможное, чтобы реконструкцию полностью закончить в самой больнице. Мы должны закончить инфекционный корпус, хирургическое отделение, онкодиспансеры наше областное. Это такие большие объекты, которые мы в 2015 году должны обязательно завершить. И таким образом будет поставлена точка именно по модернизации, в какой-то степени по модернизации нашего здравоохранения. Об этом. О Брещене на современном этапе вел разговор руководитель области и на встрече с трудовым коллективом больницы. Краткий экскурс, социально-экономическое развитие Берестейщины, проблемы современного этапа и пути выхода, рост зарплаты, строительство жилья. Открыто и откровенно говорил Константин Сумар о наболевшем с гордостью об успехах. Такого же принципа придерживался и отвечая на вопросы медицинских работников. Я вел разговор о том, насколько важно людям понимать не только свои проблемы, их выпячивать в первую очередь, да, надо их, но надо, чтобы люди тоже понимали, насколько важно и их труд, и их вклад в экономику страны или области, или региона. И, исходя из этого, потом будет возможность этому же региону так же эффективно работать и по социальным сферам. Да и вообще, если говорить о социальной сфере, то я хочу подчеркнуть, что именно благодаря социальной сфере работы тех людей, которые работают то ли в медицине, то ли в образовании, то ли в культуре или в силовом блоке, очень много зависит и лепта ложная, например, и тот же каравай хлеба, который мы не так давно подводили итоги в Ляховичах, и в тот же целом выполнение результатов прогнозных показателей в нашей области огромное и трудно перецепить. Такие встречи с людьми, с трудовыми коллективами, по признанию главы региона, не совсем просты и легки, но есть и определенные плюсы. Я подпитываюсь этими разговорами. Ты даешь себе определенный зарад и ставишь перед собой задачу, что вот на это направление надо больше вделить внимание. Вот здесь надо где-то даже переработать, там где мы не дотянули где-то или где-то в обрыве не заметили эту проблему. Поэтому встречи с людьми, они всегда большая. Они в какой-то степени могут и испортить настроение, но больше позитива остается. Лариса Осмолович, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. По инициативе Евразийской экономической комиссии в Бресте на этой неделе состоялся круглый стол на тему «Правовые основы обеспечения равных условий конкуренции на товарных рынках в различных отраслях экономики». Участники мероприятия, представители государственных структур и ведомств стран Евразес рассмотрели основные аспекты формирования единой конкурентной политики в рамках единого экономического пространства, обсудили проблемы обеспечения равных условий конкуренции на товарных рынках трех стран, а также оценили степень экономического соперничества на трансграничных товарных площадках. О гармонизации законодательств триада экономических партнеров смотрите в нашем следующем сюжете. Евразийская экономическая комиссия – постоянно действующий орган таможенного союза и единого экономического пространства, призванный обеспечить оптимальные условия функционирования и развития этих международных интеграционных объединений. Сегодня на повестке дня вопрос об обеспечении равной конкуренции единого экономического пространства. Для того, чтобы соперничество субъектов рыночных отношений приносило положительные результаты коммерческой деятельности, а также выполняло стимулирующую функцию, необходима надежная правовая база. Одним из этапов формирования ромативного подкрепления стал модельный закон о конкуренции. Мы, соответственно, в этом модельном законе предполагаем, что эта норма должна быть в двух законодательствах Республики Беларусь и Казахстана. Что получится, если мы сейчас этого не сделаем? Просто-напросто предприниматели, монополисты могут зарегистрироваться либо в Беларусь, либо в Казахстане, но они четко будут понимать, что их просто не дисквалифицируют, и будет работать. И поэтому, чтобы они не были перебежчиками, конечно, вот такие вот нормы должны быть. Интеграционные процессы затрагивают все механизмы экономической жизни государств входящих Евразес. Начиная от отрасли машиностроения, заканчивая агропромышленным комплексом. В серии последнего в Федеральной антимонопольной службе России существуют барьеры, которые провоцируют неравные условия конкуренции на международных рынках. Поэтому главная задача сегодня – урегулировать ситуацию в рыночной сфере для обеспечения равных обстоятельств конкуренции в стран ЕЭП. Допустим, вот пример привести по техническому регулированию, в техрегламенте о безопасности зерна в различных государствах заложены разные принципы. Если в России и в Казахстане допускается определенный уровень засоренности зерна, то в Беларуси не допускается, там должен быть уровень нулевой. И, соответственно, при поставках, взаимных поставках между государствами, это для Беларуси получается немножко какое-то конкурентное преимущество, потому что у них более высокие требования к качеству. Что касается ветеринарных, санитарных мер, вот сейчас, конечно, эта работа действительно очень хорошо проводится, но пока есть еще какие-то проблемы в плане взаимного признания ветеринарных сертификатов, сертификатов карантинных, при перемещении товаров между границами не назовешь, уже у нас нет границ между нашими государствами, но при перемещении между государствами взаимное признание этих сертификатов, чтобы не было дополнительной нагрузки на предпринимателей. Проводимая совместная работа по исследованию товарных рынков ЕЭК позволит гармонизировать антимонопольное законодательство Беларуси, России и Казахстана, эффективно функционировать товарным рынком на единой таможенной территории, тем самым обеспечить свободу экономической деятельности, потому как равные конкурентные условия для предприятий стран Таможенного союза являются фактором повышения конкурентоспособности национальных экономик и общерегиональной стабильности. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. А потому короткий экскурс по событиям, который мы освещали в эфире ежедневной программы новостей, будет вполне уместен. Глава региона Константин Сумар встретился с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германии в Беларуси Вольфрамом Массом. Это первый визит немецкого дипломата на Брестскую землю, а потому на встрече были обсуждены достаточно важные и актуальные вопросы для обеих стран. ФРГ – основной партнер для Брещины после России. По итогам 7 месяцев текущего года товарооборот составил более 117 миллионов долларов, темп роста в 120%. Но на взгляд Константина Сумара еще не все возможности использованы, не задействован весь потенциал. В нынешних экономических условиях ставки необходимо сделать на экспорт услуг, в частности транспортных. Я должен отметить, что не только экспорт товаров в нас должен развиваться, но серьезное направление по расширению именно экспорта услуг между вашей страной и нашей областью. Нам надо больше уделить внимание именно экспорту услуг, транспортных и туристических услуг. Причем я должен сказать, что туристические услуги могли бы стать хорошей такой площадкой для знакомства граждан Германии с Брещиной. Я не эксперт в области туризма, но то, что мои соотечественники довольно часто совершают поездки по разным странам, я знаю точно. И после 30 лет, которые они проводили на пляжах Майорки, наверняка они захотят увидеть нечто другое, что-то новое, невиданное ими раньше. И в этом смысле вполне возможно развитие туристических взаимоотношений, особенно если это будет касаться сельского туризма. Вывод обоих чиновников таков. Следует продолжать налаживать партнерские отношения, обсуждать новые проекты совместного сотрудничества. Уже в скором времени в Минске пройдет День немецкой экономики в Беларуси. Порядка 150 немецких бизнесменов прибудут в столицу. Разговор будет продолжен. Чтобы быть грамотным бизнесменом, необходимо быть финансово грамотным человеком. Об этом говорили на круглом столе с участием специалистов Национального банка Беларуси, экономистов и студентов. В мире стремительно меняющихся технологий очень важно не просто разбираться в финансовых вопросах, но и уметь применять свои знания на практике. Это одно из условий повышения уровня жизни каждого человека, семьи и страны в целом. Существенно усложнившаяся финансовая система и появление новых финансовых услуг требует от граждан принятия взвешенных решений, владения знаниями при планировании бюджета. Именно это стало основополагающим для создания единой системы, которая бы работала на повышение финансовой грамотности населения нашей страны и помогала разобраться каждому человеку в этих вопросах. Национальный банк в последнее время уделяет особое внимание вопросам повышения финансовой грамотности. В Республике Беларусь построена эффективная система повышения финансовой грамотности. Данная структура выполняет план совместных действий правительства Национального банка на 5 лет с 2013 по 2018 год по повышению финансовой грамотности. В рамках этой работы запланировано целый ряд мероприятий, в том числе включение Республики Беларусь в международную систему повышения финансовой грамотности. Одним из таких проектов является активная работа Национального банка в международной организации под названием «Альянс за финансовую доступность». На этой неделе было по-настоящему жарко в спортивном комплексе «Виктория». Там проходил международный турнир по мини-футболу среди команд таможенных служб. Лучшие сборные не только из Белоруссии, но и Украины соревновались за право считаться лидерами. Команда «Белтаможсервис» стала серебряным призером турнира, а золото увезли таможенники из Украины. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном, актуальном и интересном. Талантливый человек талантлив во всем. Он сочетает в себе ученого и представителя творческой профессии. В нем удачно сочетаются особый ум и огромная фантазия. Такие люди вдохновляют своим желанием жить и развиваться, творить и создавать. Виталий Карамзин – представитель такой элиты. Кроме того, что он преподаватель математики со своей уникальной методикой, Виталий Павлович отлично музицирует и читает стихи. Познакомилась с Виталием Карамзиным и наша съемочная группа. Урок математики для учащихся классов физико-математического профиля областного лицея имени Машерова – один из любимых предметов. Умеет разнообразить скучные теоремы, рассказать с долей шутки о числах и фигурах – настоящий знаток своего дела. Преподаватель со стажем Виталий Карамзин. Уже долгое время он наставляет и обучает лицеистов не только математике. Для учащихся он очень близкий друг, который помогает в сложные минуты найти выход из каверзной ситуации, а если нужно, поддержать добрым словом. Виталий Павлович – один из самых наилучших учителей не только в Беларуси, но и, наверное, во всем мире. Он преподает математику даже лучше, чем написано в обычном учебнике для 11 класса. Среди лицеистов его методика называется «Математикой по Карамзину». Методика преподавания такого нелегкого предмета, как математика, за долгую профессиональную деятельность отработана, потому и действует без отказа. Она помогает хорошо усваивать материал и сохранять его в памяти долгое время, потому-то на профессиональном счету Виталия Карамзина не один победитель областных, республиканских и международных олимпиад. Виталий Павлович очень грамотный учитель, очень специфические методы преподавания и для олимпиадников очень хорошо готовит, качественно, и можно добиться больших успехов при его помощи. Карамзин Виталий Павлович – один из лучших учителей нашего Брестского областного лицея имени Петра Мироновича Машерова. Таких учителей во всей республике, я не думаю, что очень много, это один из самых квалифицированных учителей нашей республики. И учиться у него – это честь и достоинство. Накануне Виталию Карамзину исполнилось 60. Как говорит сам Виталий Павлович, это лишь половина жизни. Он считает, что лучшая победа для человека – покорить самого себя. У Виталия Карамзина это отлично получается. Свою творческую фамилию он полностью оправдывает. Кроме того, что Виталий Павлович – отличный математик, ему удается находить время для музицирования и литературной деятельности. Он всегда поддержит, поможет, даст толчок для того, чтобы найти решение даже в самой сложной ситуации. Наверное, поэтому у него так много победителей и Олимпиад, и научно-практических конференций. Наверное, поэтому у него так много друзей. Наверное, поэтому все, кто его окружает, такие же творческие, активные, как и он сам. На юбилей к творческому педагогу приехали самые близкие люди – семья и ученики. Кто-то из них еще познает из-за математического искусства в лицее, а кто-то ушел во взрослую жизнь и продолжает дело любимого педагога. И независимо от того, какую профессию выбрали для себя воспитанники, Виталий Павлович уверен, что главное сформировать в них настоящих людей, разносторонних и уверенных в себе. Выпускники через призму лет поняли жизненную науку Виталия Павловича и благодарны наставнику за ценные опыты и знания, которые приобрели благодаря талантливому педагогу. Виталий Павлович родился в Саратове и приехал сюда, в Беларусь, и здесь учил нас. Выучил меня, и я тоже, меня зовут Виталий, а я уехал в Москву. То есть мы как бы поменялись местами в двумя странах. Для меня быть здесь, это в первую очередь отдать дань уважения человеку, который посвятил нам свою жизнь. Уважаемый Виталий Павлович, я поздравляю вас с вашим юбилеем, желаю крепкого здоровья, творческих успехов, хороших учеников. Я был не очень, конечно, родивым, но потихоньку я нагнал это дело, и вы в курсе этого всего. Звание «Человек года 2010» Виталий Карамзин оправдывает полностью. Его жизнь – это то, чем занимается педагог, причем не только в учебное время. Ближе к 60 хотел было уйти на пенсию, но понял, что 60 – лишь часть жизненного пути, а впереди новые победы и новые вершины. Во-первых, горжусь тем, что сумел определить, что это половина. Потому что Павлович, честно говоря, подумал о прекращении деятельности рабочей, но это было давно, где-то полгода назад. А потом понял, что сил полно, чем еще не поработать. Талант – это вера в себя, в свою силу. Потому его высшая задача – своим примером дать людям понять смысл и цену жизни. Предназначение своей жизни Виталий Карамзин осознал, потому с уверенностью говорит «Мои года – мое богатство». Анастасия Назрин-Плотницкая, Кирилл Липовик, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. И еще об одном очень талантливом человеке мы хотим вам рассказать. Буквально вчера в детской школе изобразительных искусств у города Бреста открылась персональная выставка «Ночь перед просмотром» первокурсницы Белорусской государственной академии искусств Алины Вяль. На вернисаже представлены студенческие работы как в классическом исполнении, так и выполненные с помощью цифровых технологий. Портреты в карандашной технике и живописные натюрморты акриловыми красками гармонично сочетаются с замысловатыми изображениями компьютерной и проектной графики. Экспозиция Алины Вяль – настоящее методическое пособие, азбука для юных художников, в которой каждый рисунок – отражение особого мироощущения молодого дизайнера. Познакомилась и пообщалась с юной художницей Виктория Драгобецкая. Алина родилась в семье профессиональных художников – Светлана и Геннадия Вяль. Поэтому атрибуты мастеров кисти окружали девушку с самого детства. Краски и мольберты, карандаши и альбомы всегда были, что называется, под рукой. Уже тогда, в обстановке, пропитанной настоящим творческим духом, Алина встала на непростой путь искусства. С детства – это была творческая личность, потому что даже те рисунки, которые были где-то на уровне трех-четырех лет, они отличались уже от рисунков других детей. Хотя в этом возрасте все рисуют, и все рисуют, наверное, интересно по-своему. Но ее представление о мире было все равно особым, с творческим подходом. В детстве даже мы как-то один раз сталкивались с психологом, и она удивлялась, что четырехлетний ребенок не рисует домики, не рисует цветочки, а рисует принцесс, конников, паровозики. То есть она говорила, что он, по идее, не должен такое рисовать. Но это, видимо, оно все равно, вот у каждого есть своя какая-то наклонность и свои какие-то направления в рисовании. Сегодня выпускница Брестка школы изобразительных искусств постигает тазы виртуального дизайна, нового слова в искусстве. Если в детстве привычными инструментами были карандаш и бумага, то сегодня это графический планшет, программа Photoshop, плюс, безусловно, художественный талант. Пара виртуальных штрихов на планшете и эскиз на экране ноутбука приобретают форму и цвет. Современный жанр диктует свои условия. Для создания той или иной работы не нужны традиционные принадлежности. Однако без творческих исканий не обходился еще ни один художник, даже если он графический дизайнер. У Алины свои источники вдохновения. Я так восторженный, можно сказать, впечатлительный человек. И если мне нравится какой-то персонаж или книга, то я очень переживаю это все. И у меня откладывается как-то в душе, и я потом могу это переносить на свои персонажи. Еще сейчас в интернете очень много разных сайтов, на которых куча разных картинок, которые очень яркие, красивые, и там можно почерпнуть вдохновение. Сегодня в Брестской школе искусств около 600 учеников постигает основы изобразительного мастерства, с помощью которых появляется не только художественный вкус, но и понимание законов композиции, живописи и графики. Для каждого ученика персональная выставка студенческих работ Алины Вяль – уникальная возможность изучить художественную кухню, раскрыть секрет гармонии цвета и света, понять основные принципы живописи через призму творчества молодого дизайнера. Графическая работа «День-ночь. Прадоксальная цикличность» как нельзя лучше характеризует необычный мир и мировосприятие девушки. Это гравюра на оргстекле. Я давно уже занимаюсь гравюрой. Это мое увлечение, хобби. Я ее делала не для академии, то есть это было в неурочное время. Идея работы – это парадоксальность цикличности, то есть смена дня и ночи, смена времен года. То есть это явление, которое повторяется каждый день. Алина превратилась в настоящего художника, юного, но тем не менее настоящего художника с особым взглядом на мир, с особым представлением, наверное, даже о каких-то человеческих отношениях, с особой оценкой этих человеческих отношений, что видно в ее работах. Они меняются очень быстро сейчас, потому что меняется, наверное, какое-то мировоззрение, и образ жизни накладывает отпечаток на эти работы. В картинах и образах юной художнице, несомненно, угадывается свой, неповторимый стиль, который годами оттачивался сначала в школе, затем в академии. В будущем Алина видит себя художником-аниматором, создающим мультипликационных персонажей для компьютерных игр. Поэтому авторская манера исполнения – необходимые условия для будущей профессии. И если сегодня Алина только о ней мечтает, то люди, знакомые с ее творчеством, не сомневаются, что мечта станет реальностью. Виктория Драгобецкая, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ», и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Смотрите новости на канале «Бук ТВ», и вы будете в курсе событий, которые происходят в Брестском регионе. Далее в программе «Прогноз погоды на ближайшие дни». А я, Анастасия Остробко, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей и до встречи в эфире! Основным погодообразующим фактором в ближайших двух дней станет обширный циклон, который придет на Беларусь с центральных регионов Европейской России. Именно он установит в нашей стране свою циркуляцию. К сожалению, Беларусь будет находиться в его тыловой прохладной части, наполненной большим количеством облаков и влаги. Повсеместно и по Брестскому региону пройдут дожди различной интенсивности и продолжительности. Температура воздуха понизится и составит в воскресенье 22 сентября 8-10 градусов выше нуля ночью и до 15 со знаком «плюс» в течение дня. В понедельник температурный фон останется практически без изменений от плюс 10 до плюс 15 градусов в течение суток. Ощущение холода повысит и порывистый северо-западный ветер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова